Привет, народ! Мы на очередном маяке сегодня. Называется Brown Point Lighthouse. В общем, это исторический маяк. Сейчас будем исследовать, что тут есть. Вы, наверное, видите, он там очень маленький между нами. Посмотрите, какая тут дорога. Идет до маяка. Погода отличная. Прогуляемся. Кстати, в таких местах можно арендовать коттеджи соби, если ты хочешь отдохнуть пару дней біля маяка. Вот бы нам арендовать, да, типа такого на пару деньков. Да, это прям мечта. Но они все время забуканы так наперед. Ну, надо хотя бы за месяц или два. Интересно, сколько стоит в них тоже. Видите, какая красота. Мы еще как раз так вовремя попали, и они как раз открыты сегодня в субботу с часу до 4. Ого, какие рыбаки в них. И запах старины, конечно, да. В общем, мы хотели зайти с заднего двора, но там, походу, нельзя заходить. Сейчас мы... Ну да, по идее, должно быть, так исторично. И что интересно, я так понял, что большинство маяков обслуживали женщины. Да. Бо даже книжки есть, типа, «Women who watched lighthouses». Это же сейчас кого названный lighthouses? Оскар Браун? Да, это его жинка, а не Энни Браун. Ммм, куда? Ммм. Это старое отопление. В всех американских домах так было. Котел стоял в подвале и гнав теплый воздух с пола. Я пойду вам имею в виду, что это может быть? Ну, просто невозможно. Да, очень дорого. В поле. Ого! Я уверен, это очень большинство, rich людей. Ага, это есть такие, они тут зарываются под песок, и только голова торчит, и воду выпускают. Это какие-то типа... Молюски. Ну типа молюски, да. Ну все, потом и развлекаются. ВОУТИН ДЕЙ. Ага, голосовали за кого-то в 1912 году. На стиралке написано все, а тут Таня скажет. Это не стиралка, а доска, как вам назвать? Ну чтоб тарка, да? Терка типа. А это тебе шкула? Ну, вряд ли тут была шкула, но они просто сюда пронесли, чтоб в подвале была шкула. Класс. Ну все, какие-то в кучке, что это такое интересное? А это что, под давлением что-то готовят, да? А, pressure cooker. Это что же? Кукпот, да? Это что же у нас такой, что мы отдали? Инстапот. Инстапот. Ооо, все детский туалет. Ооо, какой красивый. Офигеть. Тоже, наверное, для многих детей. Конечно, классное место. И бесплатно. Он такой классный, но что это? У меня не то глазики, а то носик. Карту с всеми маяками на West Coast. 12 долларов стоит. Да. А я тут куда-то дам. Немного. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Увидимся. Здравствуйте! Как вы могли бы поняли, это ботовая. Это было построено в 2003 году. И целью было, что мистер Браун, ботовая ботовая, у него был маленький шаг, и мы собрали много шагов, чтобы показать людям. Видите, я тут затапливаю. Мы только что удивлялись, что, возможно, оно реально затопит. Но у фотографии это не так давно было. А это, в общем, бот-хаус, там, где они свои лодки хранили. Бо раньше же не было у них даже, чем поехать в город. Единственный возможный способ был добраться до сетла, это на лодке. Как вы поняли, маяк на этом месте стоит уже больше 100 лет. Если быть точнее, с 1903 года мы так поняли, но это уже второй маяк на этом месте. Первоначальный был деревянный, и у него все основание сгнило, потому что тут очень часто проливы, и его затапливают. Поэтому в 1930 году его сделали таким в стиле арт-деко, который до сих пор стоит. Это, конечно, еще меньший маяк, чем прошлый, что мы видели. Но все равно прикольно. Прикольно тем, что можно узнать историю этого места, посмотреть, как люди жили, и вообще можно зарезервировать тот дом. Дуже круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА